Окей. Ну хорошо, мы поняли. Ну хорошо, начнём читать. Participants. Окей. Ну хорошо, всем видно нормально? Да. Ну хорошо, да, давай. Тимофей, ты можешь начинать? Да, могу. Давай. Давай. Так, ру, левадон, ру. Он, один, он. Ну да, мы посмотрим. Тут как бы такое не очень понятное название, но дальше с текстом, наверное, будет понятно. Ага. Неве, шехоль, митрахеш, лепне мавак. Да. Нува меа мавак. Нуве, нове, проистекает. Нуве меа мавак. Да. А цит ле ит холель. Да. От меет кат. Ну да. Так. Начали. Нельзя показать, где вы читаете, а я не могу найти. Мы сейчас читаем первая строчка после заголовка. Да, да. А, да, да, вижу, да. Окей. Речь идёт про дальнейшее объяснение борьбы Якова с ангелом, правильно? Ну хорошо. Да. Можешь переводить. Нера. Нера. Кроме тяхеш, лепне мавак. Очевидно, что всё, что случается перед борьбой, происходит из борьбы будущего. Ну, ве мавака, а цит означает, ну, будущее, то есть, будущее его сражения, будущее борьбы, то есть, которая не сейчас, а которая будет дальше. Ещё какая-то борьба, да. Ну да. Будущего лейт-холель. Лейт-холель, это происходить. Это то же самое, как коре, только, ну, немножко более высокий стиль. Лейт-холель, в современном веке, например, лейт-холель шинуим, это произвести изменения, да, но на иврите в этом есть как бы больше эмоционального, то есть, это не просто произвести изменения, а это, в общем, создать условия для того, чтобы эти изменения произошли. Но это тоже, это связано со словом халаль, правильно? Халаль, это и космос, это и пустота, и так дальше. Вот лейт-холель, да, кстати, слово махоль, что такое махоль? Махоль, это дансинг, махоль, это пляски, ну, как бы танец в современном веке, правильно? Окей. Ну, хорошо, так вот, а тит лейт-холель от меат-кат. Ну, меат-кат, редко встречающее выражение, честно говоря, я первый раз так видел. Кат, это что-то очень короткое. Например, есть такое выражение, в песне какой-то было, рега-кат. Рега-кат, это вот еще чуть-чуть. Но есть какая-то идея, что это вот, вот то, что мы сейчас видим, да, вот этот вот маавак, он пройдем, простекает из будущего маавака, будущей борьбы, которая произойдет еще немного. Ну, вот такая идея. Окей, хорошо, понятно? Да. Окей, дальше. Акатух, акатух мангеш, ваякам балайла гу. Написано, подчеркивает, и встал ночью он. Нет, это писание подчеркивает, Катух, так, не видно. Да, Катух, имеется в виду, писание Тора, так называется Катух. Хорошо. Да, писание подчеркивает, и встал ночью он. Да. Правильно. Да. Так, значит, и слово он. Ну да. Видимо, на лице его. Нет, где это? Альпане это означает, ну, альпане это по-видимому, а, кажется, кажется, кажется. Альпане это кажется, кажется излишнее. Ну, потому что у всегда излишнее, потому что, по-моему, в форме глагола уже понятно, что если воякам, так это он встал, правильно? А зачем писать у? Ну, и так понятно, что это он. Ну, так как, значит, она что-то добавляет, грубо говоря, пустые слова, не может быть, как бы априори. Так что дальше? Ром Мезет. Намекает на вещь Шегунаф. Шегунеф, ну, Шегунаф. Немножко трудно понять по-простому, чем мне. Я думаю, из контекста будет. Но идея такая, что это Ромезет намекает на... Да, то есть, у Якова в ушах звучит он. Какой-то он. Кто этот он? Венит Ацембе Тодато. Венит Ацембе Тодато. Да. Ну, не Тацем, а слово Уцма. Вот у нас есть партия Уцма и Уди. То есть, еврейская сила, мощь. Правильно? Или Эцемадава. Уцма, Уцма. Это, как бы, сила, мужество, укрепление и так дальше. От этого слова глагол Лейтацен. Это означает укрепляться. То есть, это проникло ему в... Ну, я дословно перевожу. Проникло ему в ухо и усилилось в его сознание. То есть, как бы укрепилось его сознание. Вот такая штука. Окей? Понятно? Окей. Ну, хорошо, дальше. Ну, да. Не очень понимаю, как ответ на дозвоги, но перевести можно. Бедумэ Лэма. Похоже на... Да. Мацыну не очень понимаю, почему не с Безалово написано, честно говоря. Но, в общем, идея такая же. Идея, что... Как я поняла, что он проснулся среди ночи, может быть, его кто-то как будто разбудил. Вот дальше там будет понятно по тексту. Ну, да, да. Нет, да. Я тоже не понимаю, почему Мацыну написано Безалово. Ну, идея такая, похоже на то, что мы находим в Ильяо Аяшан. Ну, что он заснул там где-то в пустыне. В пустыне, да. И вот Малах, да, который касается его. Окей. Да, книга царства. Ну, когда объясняется, что как бы сейчас вот... А будет объясняться, что вот это вот просыпание Якова, оно было таком же, оно было бы странным, неожиданным. Да, то есть как будто его кто-то коснулся. Поэтому вот он вскочил, и дальше что-то должно происходить. Такая идея. А не то, что человек нормально проснулся утром, там, встал, помылся и так дальше. Ну, было что-то неожиданное. Окей. Хорошо. Кто-то дальше, скажем так. Аня, может, ты? Да. А, или вот у нас... Кто, подожди? Ну, да, хорошо. Илья, у меня не читает. Лазарь, ты хочешь читать, или ты будешь слушать? Могу читать. Давай. Я, правда, не готовился, поэтому с перевода... Не страшно, мы тебе поможем. Мы тебе поможем. А Малат? Малат. А Малат? А Нистар? А Нистар, правильно. А Нистар? Ноге. Кевихол? Правильно. Баяков. Да. Ум Вашарло? Невасерло. Ум Асерло? Да, может, перенести этот вот кусочек? А Малат, Анистар? Что такое Малат, Анистар? Ангел... Ну, как бы, скрытый ангел, правильно? Да, скрытый ангел. Малах – это ангел. А Нистар – это скрытый, а слово Сетар, да? Слово Бесетар – это же можно сказать. Окей? Бесетар – это втайне. То есть какой-то скрытый ангел, то есть ангел, которого не было видно. Может, у него в голове был, грубо говоря, да? Он что делает? Что он делает? Что-то он с Яковом делает. Ну, Ногэ – это касается. Он как будто, Кевьяхоль – это как будто, он как будто касается Якова. Он сообщает ему, что он ему сообщает. Можешь читать дальше? Потому что… Будет происходить… Будет происходить… Амаавака Амити – что это такое? Аня, Тимофей, что такое Амаавака Амити? Реальная, биреальная битва. Ну да, реальная. А где… А реальная по отношению к чему? У нас два Маавака. У нас два Маавака. Первый Маавак – это Маавак с Малахом, с которым он будет реально сражаться. Правильно? Которым бедро. А второй Маавак – Кевьяхоль. Это какой Маавак? Это Маавак, который будет на следующий день с настоящим Исаом. Ну реально. Ну да, просто Исаом. И как бы делая, ранжируя эти Мааваки, здесь Ханан Парад говорит, что вот настоящий Маавак, который определяет исход следующего Маавака, это вот этот Маавак с ангелом, с этим Саром Исаом. И поэтому он называет, что это Маавак, окей, понятно? Дальше. Ваалав. Ваалав. Ле хитацев. Замечает. Ле хитацев, да. Ле амто. Ле умато. Ле умато. Да. Каше ху лавдо. Левадо. Левадо. Да. Ле хитацев. Вот это вот, это у, это у, это из, вот это вот, то, что здесь жирное, да. Ваакам ваалай ла гу. Мы объясняем, что откуда это у пришло. И встал ночью он. Что такое он? Сказано, что ваалав ле хитацев ле умато к шеу левадо у. И алаф, то есть ему, ему в смысле Якова, ему надлежит. Что такое ле хитацев? Это вполне современное слово, в современном языке, значит, итьяцвуд. Вот человека призывает, например, там, в армию, он должен лыть яце. Лыть яце. Встать, предстать. Предстать, предстать, по-моему, так по-русски. И ему следует предстать, значит, ле умато. Ну, как бы, что против него. Навстречу, навстречу против него. Да, да. Когда к шеу левадо у. Когда он в одиночестве, когда только у, и больше никого нет. То есть это борьба Якова с ангелом, это борьба один на один, там никого быть не может. Поэтому так, 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 Анаппарат объясняет вот это. Вот это, в Яком, Балайла, у. Понятно, что он встал. Да, и понятно, что это Лайла, у. То есть тоже могло быть, что в эту ночь он встал. Но разговор не в этом, а у, в смысле, что только он там, у, и больше никого там больше нет. Он должен быть левадо. Поэтому, ну вот, и теперь более-менее понятно заголовок этого отрывка. Видите, написано. У левадо, у. У это он. Дальше левадо, это он в одиночестве. И еще раз у. То есть он там находится в полном одиночестве. Никого больше нет. Окей? Ну, как вот, типа так. Но вот этот маленький кусочек остался от этой фразы. В Эйн. В Эйн Иш и Мо. Да, правильно. Кто это? И этот человек. Нет. Эйн Иш и Мо, это с ним никого нет. С ним никого нет. Да, с ним никого нет. Ну, так это, это, трудно сделать полную кальку на русский, да. Потому что по-русски это получится как. Нет человека с ним. Ну, может быть, и так, да. Эн Иш и Мо. И с ним никого нет. Эн Иш и Мо. Окей, дальше. Алькен. Алькен. Кам. Яков. Баяшон. Ишун. Ишун. Ишун – это зрачок. Ну, встал, встал, как это, в середине ночи. Что-то по-русски можно. Лайла. 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 Да. Замечательно. Алькен кам. Яков. Баяшун. Лайла. Поэтому. Встал Яков ночью. Да. Глубокая ночь, наверное, по-русски правильно сказать. Ну, типа того, что это самая-самая ночь. Окей. У Моавира, Бней, Бейто, да. Это слово мне не знакомо. А, Моавир переводить. Он переводит всех домочадцев. Всех своих сыновей. Да. Всех домочадцев. Бней, Бейто, дословно, это… Бней – это члены в данном случае. Да. Бней, Бейто – члены его дома. То есть, всех домочадцев он всех переводит. Беколь ашерло, да? И все, что… Да. И все, что у него было. Ну, да. То есть, идея какая-то. Все его. По этому комментарию, почему он должен перевести. То есть, идея такая, когда было сказано Лаяком Балайлоу. Он понял, что что-то сейчас будет происходить, когда остаться должен только он один. У. И поэтому он перевел всех остальных. Потому что иначе непонятно. Зачем надо было всех оттуда срочно переводить ночью. Непонятно. Мы уже объясняли, что как бы стратегически это было непонятно. Потому что он переводил в сторону, которая приближает их к Исау, а не отдаляет. Как бы с точки зрения диспозиции это было неправильно. Поэтому вот это вот объясняется таким образом, что он почувствовал как-то сообщение от Малаха, что он должен остаться один. Поэтому он всех перевел. Дальше. Окей. Гдей. Гдей. Ла-хир-хаким. Ла-ар-хикам. Ла-хик-хотам. Бабу слово ла-ар-хикам. Это финитив, которому М это их. Правильно? Ла-ар-хикам. Простое слово ла-ар-хик. Ифин, да? Рахок. Это далеко. Ла-ар-хикам. Это означает... Ла-ар-хик. Это удалять. А ла-ар-хикам это удалять их. То есть как бы передвигать... Не удалять, в смысле ликвидировать, а удалять, просто передвигать на удаленное положение. На противоположную сторону. Ну, куда-то. На дальнюю сторону. Ла-ар-хикам. Куда? Да. Мезаде. Мезаде, да. Мезаде. Это отмехут. Мезаде. Мараха. Мараха это очень важное слово. В данном случае это с рождения. Например, День памяти погибших по-русски переводится Йомзи Корон. Его более полное название называется так. Ну, скажем, Коля Нофлим. Беколь Марахот Исраэль. Вот это слово Марахот. И оно как бы двухзначное, как минимум. Потому что в Севене видели Марахот и еще системы. Например, Марахат Мехшуф это компьютерная система. Например, Коля Марахот Корсу. Это что означает? Что все системы обрушились. Например, там электричество пропало. Либо обстрел был. А с другой стороны, слово Марахот это сражение. Поэтому по-русски это переводится всех погибших во всех войнах Израиля. Но ведь это одно слово называется Марахот. В данном случае Мараха. Мараха. Это вот тоже, конечно, сражение. Почему? Мезда Мараха. То есть от поля сражения с кем? Им шару шел эйсов. Царо, царо, царо. Царо. Шел эйсов. Да, вот это вот поле сражения с, ну, министром, царем, посланником, представителем, как угодно. Назовите. Этого Исаова. Да, тот с этим ангелом, грубо говоря, который сар шел эйсов. Дальше. Велахар. Велахар микон. Микен. Микен. Ху шеф. 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 Беда. Да, бедаа. Деаа. Бедаа. Целул. Целула. Целула. Да. Элавар. Элэвер. 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 Да. Хенехар. Пранар. Рика. Хенехар. Кедэй. Лэ. Я. Вак. Лэ. Вэк. Это просто ефиль. Это инфинитив от ефиля, да. Хамалат. Подожди. Не понимаю. Лэ. Я. Вэк. Лэ. Вадо. Им. Амалах. Дальше. Им. Ам. 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 Это как. Как. Дал. Это написано. Да, да. Ну, немножко, немножко длиннее. Хамаматин. Амамтин. Амамтин. Ам. Ум. Вэм. Да, правильно. Все замечательно. Так он вот удаляет всех своих домочадцев, да. От поля сражения с представителем этим Саром и Сава. Да. А потом. Что было? Ахармикен. Ахармикен это потом. Что происходит? У. Шавбэтаату. Что такое шавбэдаату? Шавбэдаат слула. Да. Возвращается как в здравом уме получается. Правильно. Да, да, да. В полном как бы, ну, не знаю, в полном рассудке. Да, слула. Это тоже такое выражение. Есть такой медицинский фермен. И про нас будет сказано, когда у человека, например, происходит, не знаю, шавац, например. Как это по-русски называется? Есть инфаркт, а есть когда с головой. Это что, строк? Что строк как переводится? Инсульт. Инсульт. Извинение. Правильно? Инсульт. И про кого из нас не будет сказано. Там обычно с человеком что? Он становится лот-салуль. Лот-салуль – это означает, что он такой затуманенный. Я не знаю, как по-русски правильно сказать в одно слово. Становится такое, ну, чокнутое – это плохое слово. Но он лот-салуль – значит, плохо соображает. Правильно? Плохо ориентируется, плохо понимает, плохо соображает. Правильно? Ну вот, а наоборот, в противоречии есть такая штука. Есть на самом комментарии, который называется «да-с-лула». Де-а-с-лула означает вот в полной памяти сознания. Де-а-с-лула. Человек чувствует, что четко все сечет. Окей? Из этого, по-видимому, происходит объяснение такое, что когда его этот малах толкнул, кто-то его толкнул. Давай просыпайся. И он судорожно-судорожно. Понял? То есть он не судорожно. Он понял, что надо остаться один. Бу! И он судорожно всех берет домочадцев и быстро гонит в другую сторону. Все. Он понимает, что сейчас что-то будет ужасное происходить. И он понимает, что никто из них там не должен находиться. Они могут быть задеты. А потом, потом он уже все успокоился. Все перевел. Все. И он готовится к сражению. И вот написано «у шабы да-с-лула». Он возвратился, ну, как бы в полном сознании. Не то, что он был, ну, да-с-лула. То есть, как бы, хорошо подготовленный, все логично понимающий всю ситуацию. Куда он возвратился? Эль-Эвер, Анаар. В какую сторону он возвратился? Ну, к переправе через реку. Ну, да. Эль-Эвер, это, в смысле, в направлении. Он в направлении к этой реке. Он же таскал их через реку. Правильно? Это я вов. Зачем? Дальше. Кде-ле-и-авек-ле-вадо. Для чего? Для того, чтобы... Сразиться в одиночестве. Сразиться в одиночестве. Ле-авек, это просто... Это не фаль, правильно? С кем? И Малахом, Амкину, Митцапеллу. С кем? С? С ангелом. С ангелом, который его ждет. Мамтина дожидает. Например, опять же, в больнице, не про нас будет сказано, когда человек... А, вот, по-русски называется приемный покой. Правильно? Это называется хедер-амтанан. Амтанал и амтин, это вот ожидать. Вот этот Малах его там ожидает. Означает, что Малах там стоит и ждет, когда я к нему придет. Правильно? О, а что такое Митцапеллу? Ну, тоже как-то ждет. Ну, не, Митцапеллу, в смысле, как бы, наблюдающий, осматривающий. А, Митцапеллу, наблюдающий. То есть, Малах там стоит и смотрит, затем, как Яков судорожно переводит до домочадцев туда, возвращается обратно, и вот Митцапеллу, это да. Митцапеллу... Митцапеллу тоже очень такое слово современное, вы видите, когда человеку говорится, например, босс вызывает сотрудников, говорит, аниме цапе мимха. Слушай, я от тебя вообще ожидаю, что ты будешь шкалывать на работе по 12 часов, предположим. Да, вот он говорит. Аниме цапе мимха. И отсюда вообще это слово очень распространенное. Цафуй, ло цафуй. Когда говорят, например, что-то произошло неожиданное. Есть слово питом. Но питом это вот в эту секунду просто. Человек сидел, не знаю, упал со стула, не дай бог. Вот это питом. Или дверь открылась. А ло цафуй, это означает, что от человека или от кого-то подразумевает... То есть человек подразумевает какое-то развитие событий. У него в голове должно быть раз, два, три. И вдруг три становится на место один. Это называется ло цафуй. Вот он, ло цафуй, появился быцура ло цафуя. Я думал, что он придет ко мне там, не знаю, третьего дня, а он сегодня передо мной перевелся. Называется ло цафуй. Точно так же, кстати, про человека говорится. Говорится, что он, вот как мы говорили, цалуль, тоже очень, говорится, человек ло цафуй. Ло цафуй, это значит, что он, по-русски так не сказать, что он неожиданный человек. Это человек, который, он такой, он может делать какие-то вещи, которые ло цафуим, которые вообще... Ну, непредсказуемый. Правильно, вот непредсказуемый. Правильно, непредсказуемый. Правильно, правильно. Только все-таки здесь не от слова предсказания, а от слова цафуя как бы наблюдать. Ну, поэтому этот самый ангел, он стоит как бы наблюдать. Окей. У нас кончилось, можно еще ниже, там еще что-то. Дальше есть? Да, да, есть. Там еще страничка осталась. А, страничка. Окей, хорошо. Ты можешь пониже, или ты будешь с такими же трудностями? Дело в том, что вот эти все портреты, которые стоят, они меня заслоняют бар. А, послушай-ка, ты можешь все по-другому сделать. Я нарекусь переднюю. Я их уменьшил. Все, все, все. Все нормально. Ну хорошо, да. До свидания, Гамур. Так, окей, Ань, давай, теперь ты, правильно? Наверное, да, я надеюсь. Ну давай. Так, значит, одиночество Якова – это не как бы случайная вещь, не случайный момент, не случайный вопрос. А напротив, стоит оно как бы в основании этого самого, в основании… То есть, как бы, его одиночество – это заложено, как условие… Заложено основание этой битвы этой битвы. Вместо того, как произошло, что он остался один. А это было, как бы, в основании всей этой битвы, что он должен был у-у-у-у один. Окей, дальше. Так, так. Рак, рак, бешаа, ше нутер Яков левадо, леохар шох ахамула а'шер свьего, Легалут, я думаю, легалут. Легалут, это кухот, агдулим, хайкдим, бене нишмато. Замечательно. Это красивая фраза, ее просто перевести. Значит, оставив тот, когда остался он один, после того, как он ушел, это как бы утих шум, который вокруг него. Шох, это, да, ну вот про пыль говорят, когда пыль оседает, пыль, да, вот были скачки, все, это оседает пыль, да, окей, шох, амула. Значит, амула, ну тоже какая-то шум, гуманная. Ну амула, это балаган, это безморядок, балаган. А, ну суматоха, да, можно сказать суматоха. Утихла суматоха вокруг него, и он смог как бы удостовериться, увериться в собственных силах. Вот так вот. И легалоты открыть большие силы, большие возможности, а йогдим, бене нишмато, которые как бы горят, как бы в нем. В душе и в душе. Йогет, это пламя, которое горит, вот у него эти большие силы. То есть, когда он там занимался всеми этими техническими вопросами, переводил туда-сюда, он был занятым за суматох. А вот, когда он наслался один, он почувствовал как воин, что у него огромные есть силы, и он готов к этому сражению. Окей? Хорошо, поняли дальше. Так, враг, это... Акаса, да. Багата, басфо, это коль, кухатав элав, альсав, а кнеса лэрцесраэль, и холь, гу, литмодэт, пнім, эль пнім, паним, паним, эль паним, им саруш, элесав, аф, лисхуд, паниф левраха. Лисхуд, я думаю, ваф, лисхуд. Лисхуд, 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 мипиф левраха. Да, правильно, молодец. Так, и только теперь, арак, это а, и только теперь, бэ, осфо, это коль, куханав, элав, при как бы, собрав все свои силы, собравшись силами, альсав на пороге, на пороге Акниса, Акниса, на как бы, при входе в Эрес-Исраэль, и холь гу, смог он, литмодэт, ну, как бы, противостать, ну, встретить вызов, вот это вот слово мы сказали, по-русски это челлендж. Типа как челлендж, вызов, да. В общем, принять вызов лицом к лесу от этого самого ангела Исава, и даже удостоиться от него благословения. Замечательно. Ло Яков, не Яков, но тот ему говорит, что ты не Яков теперь, а ва, а ва, бээква, вэ, 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 мэрма, 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 то есть, как бы, которые, ну, действуют хитростью, получается, ты не тот, кто действует хитрый, мэрма, это какая-то хитрость, и а мэр от шмэха, именно, ну, называться будешь ты не Яков теперь, и им Исраэль, ну, Исраэль, Ашура, 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 да, бэоз, вэгура, который, как бы, ну, стоит силой и, ну, мужеством, вот так вот, то есть, то есть, тот, кто, у кого есть сила, тот, кто действует силой. Честно говоря, пропал текст, что-то какие-то сплошные безобразия у меня происходят, у меня пропал текст, он говорит, что у меня слабый интернет, но не важно, я на слуху, а, я могу открыть, и у меня же здесь он просто открыт. А ты у себя, мы видим, у нас все видно. Я могу уже на слуху смотреть, в Садыр Гамур, да, да, так, откроется, ты по себе, то, чтобы как-то проявить, да, да, так, значит, он ему сказал, что ты не Яков тебе, но ты ким Исраэль, ашура, беос, уыгура, который, ну, как бы стоит, или что-то делает, такой вот с силой и мужеством, ки сарита, сарита, получается, им элуким вэ имэнышим вэтухаль, ну, как бы противостоять, ну, как бы сразился ты с ангелами, и с людьми, и стоял. Ну, да, сарита от слова сар, опять же, но тут на смысле, что, ну, как министр, как кто-то высокий, который, значит, как бы тут тоже не сражался, а ты, ну, переводить, правильно переводить. Переводить, да, то есть, как бы там, превозмог ты, сражался с ангелами, и противоборствовал. Да, превозмог. Да, тухаль, в данном случае, это превозмог, правильно? Яхоль. Это от слова Яхоль. Да. Окей. Так, кто у нас теперь? Арслан у нас теперь еще есть, он там читает. Да, правильно, Арслан, вы можете читать? Да, 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 я могу. Вот, от слова Лобдидут. Лобдидут не отцевет, шель, и тмут, и тамут, ливнейну, ливанейну, да, а в Альпи, шешемец, немена, мевацевец, мевацбец, ну, просвечивает. Ага, мевацвец, мебейн, мебейн, шетин, это такое выражение, да, просвечивает, шетин, это, что-то я не знаю, вообще, это из-за выражения, но здесь как бы смысл такой, что это, ну, сейчас мы дойдем до этого места, сквозь строчки, это видно, тут слова все сложные, мне будет трудно. Ну, нет проблем, я помогу, если лоб дедут не отцевет, шель, шель, и тмут, ливанейну, разбирается, какого вида здесь одиночество, да, одиночество, он говорит, лоб дедут не отцевет, вот это одиночество здесь, да, на отцевет, шель, и тмут, и тмут это сиротство, то есть здесь это не одиночество, в том плане человека заброшенного, покинутого, правильно, который типа и тон, сиротливо стоит, озирается, не понимая, что с ним дальше будет, да, и вот лэфанена перед нами, то есть перед нами нет такой вид одиночества, да, несмотря на то, что, да, дальше, а, фальпи, шель, что такое шемец? Ну, шемец это немного, например, шемец, шель, мусак, это какое-то небольшое соображение, да, шемец это что-то очень-очень такое маленькое, да, а, фальпи, шемец, мемена, несмотря на то, что что-то, можно сказать, что-то от него, в смысле, вот от такого одиночества, которое сиротливо, то есть что-то все-таки есть в том, что когда Яков остался один, то есть неприятное ощущение остаться одному, кто-то с тобой борется, и все, как-то сиротливо с ним борется, правильно, он говорит, он говорит, а фальпише шемец меменам и возвес бен ашетим, несмотря на то, что вот немного от этого такого вида одиночества, все-таки просвечивает через строки, дальше, Элла, Элла, в дедуто, в дедуто, а у цела. Это его одиночество. Да, одиночество какое-то, что такое отцы? Какой-то благородный. Да, это благородное одиночество человека. Человека. И народа, которого что? Раслами, какими руками? Это человек народ, который что? Оруд. Бежит на дальней дистанции. Ну, дословно бежит на дальней дистанции. Правильно? Окей. Он поставил в кавычки, потому что это, ну, либо это какое-то такое выражение, либо это откуда-то взято. Я, честно говоря, не очень знаю, откуда это взято. Да, но, в общем, или это выглядит слишком по спортивному, как будто спортивному. Не спортивный, как обычно, но там, как на дальней. Да, скорее всего, похоже просто из спортивного репортажа. Да, Раслами, Хаким, Арухим, это типа, как это, есть спринтеры, а есть вот вторые, которые далеко бегут. Не помню, вылетело у меня из головы. Так вот это. И, по-моему, стайр называется, который такой выносливый, не бежит. Да, наверное, поэтому взял в кавычки. Дальше. У ли водоу. Да, у ли водоу. Ну, он опять повторяет вот это вот, что нам было не очень понятно. То есть, он, в одиночестве он. То есть, он совершенно одинок. Ну, вот, наверное, такой правильный перевод на русский. Дальше. Бедумэ. А, вот так круто начинается, да. Бедумэ, левиро. Боро. Шеалин. Неймар. Шеалав. Неймар. Да, правильно. Бедумэ, левиро. О, как. То есть, это совершенно не анисератива одиночества человека, который там ночью где-то что-то такое оказался один на полустанке стоит, не знает, куда вообще идти. Здесь он, бедумэ, левиро. Подобно своему Создателю, то есть, бедумэ, подобно Богу, да, про которого сказано, Шеалав, Неймар. Это из Ешая. Как сказано? Венезгав, ашем, левадо, бьем, ауу. Ну, вот тут опять слово, вот это же левадо, правильно? Как левадо, как у Якова левадо. Венезгав, ну, высится, я думаю, да. Вознесется, 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 левадо, всевышний единственный в одиночестве в этот тот день, вот что-то такое. Правильно. У меня внука старшего зовут Саги. Это, я думаю, близко к этому слову. Окей? Только Савлов он пишется. Да. Венезгав, ашем, левадо, бьем, ау. Окей. То есть мы поняли, поняли слегка, что это другой вид одиночества. Хорошо? Окей? Ну, перейдем к Тимофею. Тимофей? Да, я тут. Давай мы тебя слушаем. Ленекуда. Ленекуда муказо, аромзим хазаль беру кодшам берешит раба. Да. Для точки глубокой намекают мудрецы. На этот момент, по-русски как бы не точка, вот на этот глубокий момент, скажем так, да, окей. Ромзим хазаль. Намекают мудрецы. Хазаль, да, правильно. Да. В их кодш. в их святом состоянии. Да. В берешит раба. Да, в метро сборнике берешит берешит раба, правильно. Да, тут, видимо, цитата. Да. Бархия Бешем Симон Амар. Да. Благословит ее во имя. Нет, это раби, раби, не, это раби Берхия, просто посмотри. Раби Берхия Бешем Раби Берхия от имени раби Симона сказал, да? Сказал, да. Катив. Катив, это так написано в Торе. Да. Эйн, Каэль, или Шрун. Барин. Нет подобного Ишуруну. Нет подобного Эйн, Каэль, Ишурун, да, окей. Это написано в книге дворей, можете посмотреть дальше. Да. У Микаэль Ишурун Саба. И кто как он, дедушка Ишурун. Ну да, Саба так, я думаю, что я не ошибаюсь, Саба так имеется в виду, это правильно по-русски перевести патриарх, праотец. То есть понятно, что это не дедушка имеется в виду, а имеется в виду, не потомки, а наоборот, предки. Окей. Да? То есть имеется в виду Ишурун, Ишурун. Как бы Всевышний Ишурун, ну и Яков тоже Ишурун. И в этом данном случае опять проводятся параллели. И вот он в кавангарфинскопах поясняет это. Как объясняет? Да. Читаем. Эйно. Айно. Айно это такое ужебное вражение. То есть. Айно. Айно. Эйн Каэль Башамайм. Да. Эль Ишурун Саба. Ше Аль Аэрц. Ну да. Нет подобного на небесах. Да. Только Ишурун, прадед, что на земле. Правильно. Да. Все замечательно правильно. Мы поняли. Да. Да. Дальше. Ма Акадош Бару Ху Катух Бо Венезгав Левадо Байом Абу Да. Что Всевышний Болостоянон написал об этом? Нет. Как сказано про Всевышнего Ма Акадош Бару Катух Бо Да. Как про него написано? Что-то такое Вознесется Вознесется В тот день Ну да. Вознесется В единице В одиночестве В одиночестве И сдался И вот это Ну а Остался 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 Оков 1 Да. Ну хорошо Мы досчитали эту статью Замечательно Сейчас Секундочку Элеза Я только попробую А Элеза Ты с нами еще? Да Я еще с вами Да А Сейчас Одну секунду Ты можешь закрыть у себя Этот самый Сделать Стоп-шеринг Я попытаюсь Этот ворд открыть Может он его нормально Откроет Окей Сейчас сделаю Ага Сейчас не убегай Если можно секунду Ну хорошо Да Сейчас я попробую Сделать шер А если нет Тогда я попросим тебя Сейчас Полсекунды 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 Окей 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 Да Это это Видно вам? Нет? Видно У меня видно Да Да Нормально Видно? Нормально? Нормально Нормально Да А ну замечательно Все Тогда Елизавета Тебя надо уходить Грубо говоря Очень жалко Но ты можешь уходить Окей У меня еще есть Где-то минут 10 Ну замечательно Все Тогда если у тебя есть Минут 10 Тогда и читай Да Мы начинаем Значит следующее Мы начинаем Следующее Мы начинаем Ваеша Правильно? Да 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 Мы начинаем Следующую Следующую Парашу Ваеша Окей Эта статья называется Холома Годольный кулан Я правильно Открыл? Да Это правильно Самый великий Сон Что-то такое Да Окей Ну хорошо А где это Сон? Я не помню Я не то Открыл Почему? Я то Открыл? Да Все правильно Ну хорошо Ну хорошо Окей Ну Да Элецар Ты можешь читать? Да Окей Хохломот Ахолом Ахолом Хохломот А Заглавие Хохлом Хагадол Микулам. Самый великий сон, правильно? Самый великий сон. Хохломот Хагадолим Йосиф Хаолам Хэм. Исот Хаолам Эм. Сейчас будет кусок из Равкуха, который объясняет, что есть такие великие сны, которые, вообще говоря, являются основой существования мира. И вот у нас первая фраза говорит, То есть великие сны, они основа мира. Окей? Дальше. А, Исот, я неправильно прочел. Да, Исот, Исот это основа, это бейс, фундамент. Дальше. Кахкотев. Котев. Да. Здесь сокращение идет. Это Рая Кук. Рая Кук, это Рав Кук. Это Рав, Абрам, Ицкак, Акоэн Кук. Вот эти вот все, что я сказал, это вот это вот сокращение. Да. Бейурот Акодыш. Известная книга, ну, как бы целая седра, цикл книги, я не знаю, книги Рава Кук, в которых везде участвует слово урод. Да, урод свет. Вот это вот одна из основополагающих книг, которая называется урод Акодыш. То есть свет святости. Ну, так по-русски ежедословно перевести. Окей? Дальше. Ведим. Ведим лахах. Да. Хайхламот. Хагдалим. Да. Хагдалим. Шеф сафар. Шебесефер. Шебесефер. А, да, да. А, это халом Юсеба. Да, это все правильно. Все правильно. Шебесефер барешит. Да. Хаххотцриим. Хаххорцим. Хаххорцим. Хаххорцим галот. Да. Голорот. Замечательно. Шел аишим улоамим. Шелишим влеумим. Замечательно. Как кутев райакух? Бе урод Акодыш. Правильно? Итак, пишет... Как напишено, да, Харав Кук. Да. В урод Акодыш. Святых... Ну, не будем переводить эту книгу в урод Акодыш. Так и будем называть урод Акодыш. Да. В урод Акодыш. Дальше. Об Эдим и в глазах... А, нет, свидетельства. Нет, в Эдим это свидетели. И свидетельство тому. Да, или свидетели тому. Потому что если бы был свист, было бы Эдут. Но тут все-таки Эдим. И как бы свидетельствами этого, или свидетельствами это, являются кто? Великие сны. Да. Шебесефер Брешит. Который где? В книге Брешит. Да, который в книге Брешит. Теперь дальше. Вот такое устойчивое выражение. Что значит Хурцим Гуралот? Что значит Лахроц Гураль? Вершитель судеб. Вершитель судеб. Да, правильно. Который вершат судьбы. Да. Заметьте, что вообще Хориц на иноеврите Хориц. Что такое слово Хориц? Реша, какой-то приговор там или вынесет приговор? Хориц это вообще щель. Честно говоря. Да, я читала, что он типа вынесет приговор. Да, вот почему. Да, еще есть слово Хориц. По-моему, я не ошибаюсь. Хориц. Когда говоришь человека Уиш Хориц. Значает, что он усердный. Вот. Но вот Хорцим Гуралот. Лахроц Гураль. Это действительно. Он скажет, какой-то приговор суда есть. Вот слово тоже. Чей-то Лахроц Гураль даже может быть не вершить. А это которые. Ну, можно сказать, вершать судьбы. Да, правильно. Которое определяется. Увершать судьбы. Это какое-то устойчивое выражение. Да, да, да. Это устойчивое выражение. Лазер что-то хотел сказать. Да, Лазер. А, я хотел сказать, что я просто вспомнил, как мне объяснили вот в слове Эйд, свидетель Айн Даллов, закодировано то, как свидетели используются. Айн – это глаз, дайл – четыре. То есть свидетельцы принимают, когда есть два свидетеля, то есть четыре глаза. А, окей. Да, классно. Да, отлично. Арслан, Арслан, надо выключить. У Арслана микрофон. У него там... Там какая-то симпа. Так, слово Арслана выключил. Сейчас, секунду. Ну, у меня убежал этот самый текст. Сейчас, сейчас, сейчас. Окей, Бесадр Гамур. Так вот, они, Хурцин Гуралот, то есть вот эти вот великие сны в книге Брешит, да, они определяют судьбы кого? Ишим, Вэлиуми. Кто такие Ишим? Частность личности и у народа в целом, получается. Да, да. Правильно. Как все такое на иврите тикыши? Это что такое? Тикыши. А личное дело? А личное, личное дело? Персональное дело? Да, персональное дело. Окей. Или, как говорят, например, все, что имеет личное, например. Что такое Нэшик Иши? Ну, как бы личное, как это, по-русски, подтабельное оружие. Да, 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 да. Иши – это персональное, правильно? А, вот еще очень хорошо, когда человек кому-то вставляет, правильно? Вызывает босс человека, человек ему вставляет. Вот. А Ингер притворяет и говорит, послушай, Зэло Иши. Это что означает? Это не на личном уровне. Это не потому, что просто мне цвет твоих глаз не нравится. Или потому, что ты темного вида человек. Правильно? У тебя кожа темная. Гадзэло Иши. Это тоже очень важная фраза, когда человек говорит, такши, взэло Иши. Это не лично. То есть, я к тебе сейчас объективно буду говорить, а не субъективно. Ну, вот я в данном случае имею в виду, что он вершат судьбы, эти судьбы Ишим отдельных людей, либо там персоналей, правильно? И, но и ле умим. Но и народов. Окей? Читаем дальше. Окей, может, еще прочитать фразу? Да. Бэфрошот. Бэфрошот. Но это Пороша в амнорсничестве. Бэллах. Ага, Вэйкев. Вэйми Кейтс. Да. Если можно, чуть-чуть зум-ин. Это у меня очень маленький... Нет проблем. У меня почему-то я сделал зум-ин, он у меня тогда выходит. Но неважно. А, ну окей, тогда не надо. Вот так, да-да. Вот так, нормально. Да, так лучше. Ага. От экрана зависит. Да-да-да. А, так же, Бэфрошот ваеши вэмекец, а ну митваадим. Митваадим, ла-шеш. Ла-шеша. Ла-шеша халамот. Халамот. Хамофлеим. Правильно. Зарогот. Зугот-зугот парами. Зугот-зугот. Зугот-зугот это парами, да? Так вот, в этих недельных разделах ваешев и мякец. Правильно? А ну митваадим. Ну, перед нами раскрывают что-то типа это. Мы знакомимся. Знаете, такое слово митвааду? Кто-то общался с хасидами, особенно с хабарником. Это, ну как это, личная встреча с судьбой. Ну да, фарбринзами вообще. Итвааду, требе, они вспоминают, рассказывают все так весело, хорошо, и что-то такое рассказывают там. Я ни в коем случае, значит, ни без всякого цинизма, скепетизма говорю, это называется итвааду. Правильно? Окей. Ну, а в данном случае, анахну митваадим, что перед нами раскрывается, так на пару слов надо сказать, что кто раскрывается, или мы становимся... Опять же, это от слова Юда, Юда, Юда. Ну да, 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 да. Окей. Чему? Шиша, Холомо, Тамуфиим, Зугод, Зугод. Шесть снов, появляющихся парами. Которые появляются парами. То есть все эти самые сны, они парами почему-то происходят. Вот интересная ситуация. Окей? То есть в отличие от снов, от сна, с нас, например, с сон Якова, который недавно у нас был. Правильно? Там Зугод не было. Там был один сон. А вот дальше начинаются странные истории. Они все, эти шесть снов, они все идут парами. Какие это пары? Да, я извиняюсь. У нас есть три пары. Три пары по два, получается шесть. Какие первые два? Мне сейчас надо вас покинуть, я извиняюсь. Нет проблем. Хорошо. Нет проблем. Я ошибаюсь всем. Хорошо. Спасибо большое за то, что нам помог. Аня, по-видимому, да? Я не ошибаюсь? Да. Или Арслан? Нет, я. Потом Арслан, потом. Нет проблем. Все. Окей. Читай. Прямо вот после... Значит, вот эти пары. Две попарно. Значит, два сна Йосифа, сон этого начальника Виночерпиев, начальника пекарей, и два сна этого фараона. Ну да. Там интересное дело, что они все пары, еще появляются. Ну да. Эли шарбаот Ахаламот, арбаот Ахаламот, арбаот Ахаламот Ахаламот Ахараним, нефтарим, аледей Йосеф, ве митмамшим Митмамшим Самух лэмоэд бо Них ламо Да, давай переведем Значит, ну, однако же Правильно, однако, очень хорошо Четыре сна Последних Которые были разгаданы Иосифом Осуществляются Почти сразу же после того Да, классно Все поняли Тимофей, ты понял, да Все эти слова, все правильно Митмамшим, это осуществляется Правильно? Лэмамэш, это осуществлять Как сказать, он осуществил Свою угрозу, как сказать Ну, это что-то похоже Митмамэш Итмамэш Как там еще в прошедшем времени Итмамэш Ну, что-то так, как типа того Итмамэш, это что-то осуществить Итмамэш Да, у Итмамэш, это юмон, например Вот он осуществил свою угрозу Да, и от этого же видно, что Вот слово мамаш Знаете, такое слово, вы видите Которые часто говорят мамаш Ну, реально, действительно Мамаш, это реально Митмамшим, это как бы то, что становится реальностью Окей? Значит, как сразу Прости, прости, прости Прости, дико извиняюсь Еще очень важное слово Мимуш Мимуш, это осуществление Как говорят Мимуш, тох нитшель Осуществление плана Вот мимуш, очень важное слово Запомните Вот мамаш, это распространенное Да, это типа сленга Ну вот, с ним же связаны Очень важные слова Окей, ну хорошо Дальше Значит так Ваилу халматавши Льосеф Ацмор Икутер лаэм Вэм Мацапим Лэ 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 Значит А однако Сны самого Йосефа Они У них нет Разгадки И они Ждут Как бы Своего воплощения Шанима Рохота Долгие годы Да Логика понятная Да То есть Вот этих вот шесть Участливых странных Воплощение Да Потому что Последние Четыре Они Отличаются От снов Своего Йосефа Тем Что то что он говорит Как во первых У него есть путеп Потому что Йосеф просто Им всем говорит Что должно произойти И более того Очень быстро Происходит Его разгадка Происходит Осуществляет Своя разгадка А вот С нами самого Йосефа Другое дело Во первых У них нет Никто не может их понять Сейчас поймем Какая там проблема В их понимании И кроме того Они будут осуществляться Через очень долгий год Да Вот это вот Отличие двух Йосефа От четырех последних Окей Ну хорошо Можешь еще почитать Так могу Так и значит Мессер Ну как послание Общие Общие идеи Общие послания Аумед Бемокет Который стоит В центре Шнейхаламо Двух снов Вот это интересно Нирэээль Панав Галуи Лэайна Это интересно Лежит перед глазами Что ли Типа Ну смотри Ниралэай Нираль Панав Кажется очевидно Как бы Ну как бы Видно Как бы перед глазами Стоит Ну да Вот нир-а Вообще нир-а Это слово тоже Очень-очень Даже это не Слэк Нир-а Это кажется Или видится Ну кажется В современном еврите Когда человек встречается И Например Один другому говорит Слушай Уступи мне место Бот и фанель Это махом Правильно А довольно грубый Ответ Когда человек говорит Ну типа Ну не пошел ты нафиг Ну близко к этому Он говорит «ниралыха». А дословно такой «ты что, тебе кажется, что я действительно это сделаю?» Это вот «ниралыха» на каждом углу. Но это довольно грубовато. «Ниралыха». Это так подростки обычно разговаривают, да? Окей. В данном случае «ниралыха» представляется как будто… Дальше. «Галуйлы айн» – дословно «открытое глаза». Открытое глаза. Ну, как бы явно открытое глаза. А как будет антоним «скрытое глаза»? Самуйлы айн. Самуй. Есть Самуй, а есть Галуй. Например, когда говорят… Как это вот «агент 007», да? Как говорят «скрытый агент». Есть более правильно. Говорят «агент Самуй». Самуй – это именно «скрытый». Но «скрытый» не в плане того, что… «скрытый» типа там пророчество, правильно? А «скрытый» именно в физическом виде, что он… Глаз его не видит просто, и все. То есть, он одет так же, как все. Непонятно, он шпион или не шпион. Он шпион только почему? Потому что там его надо допрашивать и все. А так, с виду, это то же самое. Поэтому здесь он говорит, что это «альпанав», «альпанав» – «галуй лайн». То есть, вообще, в этих двух снах Йосефа есть что-то такое, сердцевина, которая, вообще говоря, она «галуй лайн». Она просто как бы прет прямым текстом. В чем она заключается? Она находится в выражении, вот в этих протестах, которые в этом протесте, которые… Да, вот «тамцити» – это такое тоже важное слово. «Тамцити» – это сокращенное. «Тамцит» – это сокращение, резюме. Вот, например, когда, по-моему, даже «тамцит» просто называется резюме, когда статью предваряет какое-то резюме, либо на бортпосте, это называется «тамцит». Он как бы резюмируется в словах… Ну да, потому что он говорит, что во всех этих снах, которые Йосефа, этих двух, как бы не очень понятны. Только что мы сказали, что вообще отгадка непонятна. И происходят они. Но есть что-то такое, да, что стоит «бэмокет». И этот «мокет» мы его понимаем, чувствуем. И мы этот «мокет» можем понять из-за «почему». По, как бы, концентрации… Негативная реакция. Да, негативная реакция этого слова, да. «Быть еврея отраса шэль ахид», да. Что значит «отроса»? «Троса» – это вообще какой-то… Ну, «латрис», «латрис» – это… Я сейчас скажу не очень хорошее слово, «ганашица». Ну, вот это вот что-то типа этого. «Отраса» – это когда человек выступает. Но выступает не с речью, а он говорит, что выступаешь. То есть выступать означает, что он как против кого-то… Выпендривается, понятно. Да, но даже не выпендривается в том смысле, что он себя выставляет, понимаешь? А вот «отроса» – это когда человек говорит, «Слушай, ты вообще ко мне не подходи, а то сейчас врежу». Вот это называется «отроса». А, понятно. «Нарожон лезть», понятно. А вот «нарожон лезть» – это как раз «отроса». Интересно, на что похоже, совершенно не понимаю почему, какое существительное, совершенно обыденное бытовое от этого слова «отроса»? Думаю, ниша я не ошибаюсь. Я не думаю, что там это надо проверить. По-моему, нет. «Тресим» – это вилоны, хотя зачастую вы наивные… А, ну это занавески такие, как эти… Занавески, да, но вообще… Жалюзи у нас называются. Да, жалюзи, жалюзи по-русски, правильно, потому что, в общем, везде были приняты эти жалюзы, которые… Ну, потому что солнце сильное все, они так складываются один в другой и закрываются. Ой, так вот это вот «отроса», «отроса». Это вот так вот «отроса» и «муахифт», они так вообще грубо ему говорят, да? Они понимают, что как бы на угрозу они отвечают угрозой, что они ему говорят. Так, «амалух темлох алейну». «Амлох темлох алейну». «Иммашуль темшоль бану». То есть, как бы, царствовать хочешь, царствовать над нами, или там господствовать хочешь. Да, да, да. Ну, это такое выражение «амлох темлох». В принципе, это то же самое. Царем царствовать, господином господствовать. Ну, что-то такое-то. Удвоение. Да, да, да. Ты что вообще над нами? Ты что, нами управлять вообще будет? Ты что, если такое вздумал? Это называется «отроса», да? Ну, это прямой текст из Торы. Вот написано 37 глава, 8 стих. Дальше. «Аваль, а диму им аништакафим баэм, шо ним аништакафим баэм шо ним меот зэ мезэ вэхоль нисуйон. Нисайон. Нисайон в лэпанэах. Лэпанхам, слыха, лэпанхам. 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 Тува, ерэда, лэпар... 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 Лэпартитэйг. Тува, ерэда, лэпратээм. Да, все правильно. Протээм. Вот, так, однако... Аммаль. Однако, ну, как бы, диму им, как... Образы, просвечивающие через них, вот, басковные, да? Миши, которые отражаются в них или просвечивают... В них это кто? В них это кто? В этих снах. Ну, в этих вот снах. Правильно, молодец. В них это снах, да. Так, от различий... Сильно отличаются друг... Так, Зэмизэ, ну, видимо... Ну, один от другого. Ну, там, как бы, символика у тебя другая, правильно? Снапы и это. И все попытки разгадать требуют глубокого, как бы, погружения в детали, что-то такое. Ну, да, правильно. Сейчас будем обсуждать детали. Там же, помните, эти самые снахы, 11 снахов, туда-сюда, луна, солнце, звезды. То есть, как бы, общая идея понятна. Общий смысл будет понятный. Его просекли эти братья, которые тут же ему говорят. Ты что вообще вздумал? Ты что, хочешь нами заправлять вообще? Ну, так простой перевод, правильно? Но при этом, при этом, он говорит, что там столько интересных деталей, что понятно, что для того, чтобы, как бы, врубиться вообще в эти сны и попытаться их разгадать, надо все эти детали отработать. Окей? Ну, хорошо. Аслан, ты с нами? Да, да, я здесь. Да, хорошо. Да, давай. Вот это Ахалом Решон. Ахалом Решон, первый сон. Метаэр, это Ахаломот Ахим Амиштаховим. Замечательно. Ли Ахаломот Йосеф. Ахаломат. В данном случае тут вавы нет. То есть, это единственное. Ахаломат Йосеф, да. Окей. Можно перевести? Метаэр, вот это слово. Сейчас, секундочку. Ахалом Решон, то есть, первый сон, правильно? Первый сон, да. Первый сон. Метаэр. Метаэр, это слово теур. Теур, это определение. То есть, он описывает. Описывает. Описывание снов братьям. Подожди, тут не снов. Описывает Ахаломо. Кто такие Ахаломо? А, снопы. Снопов. Правильно. Снопы братьев. Снопы братьев, что делают? Поклоняются снопу Йосефа. Замечательно. Сто процентов. Я хочу только остановиться. Поскольку я все время делаю, мне кажется, что в этом есть какой-то смысл. В современной. Как сказать? Ну, по-русски это была кандидатская степень туда-сюда. На Западе это PM, MBM и что-то такое. Правильно? Вот наявлите это как называется? ТОР. ТОР решен. ТОР решен это то, что по-русски было не кандидат, а до этого, по-моему. То есть, когда человек оканчивается... Сначала... А, но имеется в виду диплом про специалистов. Три года, я думаю. Три года в высшем учебном заведении дают ТОР решен. А когда он окончает полностью, то он получает ТОР шини. ТОР шини это вот то, что, по-моему, был кандидат. Ну, я могу ошибаться, но сейчас не важно. Важно само слово ТОР. Как говорят? Эзе ТОР ешло. Какой у него есть ТОР? Вот ТОР это вот степень, научная степень. А как бы глагол от этого мета-эр действительно это по-русски ближе всего описывают. Ну, хорошо. Это было отступление. Дальше. Которые вот эти снопы братья поклоняются снопу Йосефу. Дальше. Через запятую. ДОМЭ. ДОМЭ. ШИНАКЕЛ ЛЯАВИН ЭТ СФАТ АМАРГОТ. ДОМЭ. ШИВО. КЕДИМЮ. 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 ЛИДМУТО ШИЛЬЮСЕФ. Да. Ну, хорошо. Немножко такая высокая фраза, но мы ее сейчас расшифруем. ДОМЭ. 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 СФАТ. И ПОКЛОНЯЮТСЯ ОДНОМУ СНОПУ. Это... Какая в этом идея? Ну, как по-простому она понятна? Во-первых, СНОПЫ ОТРАЖАЮТ, ЧТО? Вопрос в публике. СНОПЫ – это питание. Правильно? ДОМЭ. Это пшенинка. Ну, и то, что одни кладутся другим, это означает, что кто-то начальник, а все ему подчинен. Или зависит от него. Правильно? Ну, вот она говорит, что это СФАТАМАРОТ, который что? ШИБО КЕ ДИМУЙ ЛЭДМУТОШЕЛЬ ЙОСЕФ, в котором вот в этом СФАТАМАРОТ, в котором, ну, как бы, отражается образ ЙОСЕФА, который что? Через запятую. Да? АМАШБИР? КОЛЯ АРЭЦ. Ну, как пропитатель. Да, Аслан, можете читать дальше? Да, да, слышно. Я МАШБИР ЛЕХОЛЬ ХААРЭЦ. Это цитата, и то, что дальше будет. ЙОСЕФА превратился в МАШБИР КОЛЯ АРЭЦ. МАШБИР КОЛЯ АРЭЦ по-русски трудно перевести. Который кормит, наверное, всем будет. Ну, да, ну, смотри. Кормилец всей земли. Кормилец, ну, кормилец, как еще. Кормилец, ну, пропиталец. Пропиталец так не сказать. И он, в общем, обеспечивает пропитание. Значит, смотри. Снабженец, может. Снабженец, да, снабженец. Да, может быть. Но снабженец, мне кажется, это больше логистика. То есть, как бы он занимается тем, что переводит зерно из одного места в другое. Ну, можно сказать, снабженец, да. Но бессендер, окей. Почему это связано со словом шевер? Ведь, помните, сказано, я не дословно, но близко к тексту. Яков Шамаки, ешь шевер в Инисраем. А Яков услышал, что ешь шевер, это означает, что есть пропитание. Почему? Прежде всего, что это на слух, как бы, больше всего... Ломает, ломает шевер. Ломает, правильно, да. Машбер, машбер, это кризис. Почему это связано с питанием, я не понимаю. У меня нет ответа. Но, с другой стороны, те, как только приезжают в Израиль, они тут же... Раньше это было практически, по-моему, единственная большая торговая сеть. Она называлась Машбер. Она и сейчас есть. В Иерусалиме есть новый, сколько-то лет новый, да, на Кикар-Цион в центре города есть большое здание, называется Машбер. И его полное название действительно называется Машбер-Лет-Цархан. Так интересно. Машбер, это кто такой? Машбер, который, ну, как... Да, а кто такой Цархан? Цархан, это клиент-покупатель, который... Царих, у которого нужда, да, у которого нужда есть. Который нуждает, да. Есть нуждающиеся, а есть те, которые эти нужды, они убиротворяют, правильно? Да, окей. Так вот он, Йосефа называют, у Машбер-Лет-Коля-Артс. Продолжаем, да, читать. Вет-Совер. Вет-Совер. Вет-Совер-Вар-Кехол-Айон. Кехол-Айон, да. Ну да, что такое Цовер? Ну, да, значит, запасать, запасать, запасать. А, запасающий. Запасающий, да. Как Песок Москва. Бар – это бар. Бар – это чистый. То ли еда, то ли это еда, то ли это деньги. Да, есть бар. У него несколько слов. Бар – это действительно еда. Вот, кроме того, бар – это дикий. Например, дикие животы – это хайот-бар. Правильно? Ну, а кроме того, бар – это действительно пропитание. В данном случае, Машбир. Я думаю, что вот этот Машбир, на самом деле, слово Машбир, оно связано на вот этот вот шин здесь, да, в слове Машбир. Он такой технический, мне кажется. А действительно, основа вот этого трехбуквенного корня, а на славом деле бейтрейдж, действительно, потому что тогда это становится понятным. Бар – это действительно пропитание. Да, окей. Бар – это пропитание, как песка в море. Ну, это обычно стандартный синоним чего-то очень многого. Когда было сказано про паталутскую авраму, тоже было сказано, как ухвей шамаем, вы кэхоль, кэхоль, как там, холи. Кэхоль аям. Ну, сколько песку морского. Да, да, да. Ну, то есть это, да, окей, дальше. Вэлэдмутам. Вэлэдмутам шэль ахим. Да. Атидим. Правильно. Лихьот тэлуим. Правильно. Бо. Да. Мафхина. Мипхина. Мипхина келькулит. Нет, подожди, это важное слово. Это калкалит. А, калкалит. Простой. Экономич. Да. Вэлэдмут. А, лумотэгэн. Их снапы. Низький код. Низький код. Да, правильно. Низька код, правильно. Низька код. Ла-лумот. Ла-лумот. Ле-алумото. Ле-алумато. Ле-алумато. И их снапы нуждаются в его снапе. дословно, да? Дальше. То есть этот сон, он понятен, да? Мы объяснили. Йосеф пропитавец, а эти как бы нуждающие. И более того, поскольку они поклоняются ему, то понятно, вот это даст следующее объяснение. Как это перевести? Образы будущего будущего братьев. Да, будущему образу братьев, да? Который льет Луимбо. Который будет от него зависеть. Который зависит. С какой точки зрения? Экономическое. Вы знаете, это слово колколит очень важно. Это особенно в современной улице. Что такое колкола, слегка? Экономика. Правильно. Колколит, ну и техник колколит, это экономический план. Правильно? У нас все зависит от колколы. А коль то луи не колкола. Окей? Кстати, интересно, может, слово калькулятор от слова колкола. Наверное, сейчас было. Нет, нет. Это лазерное умножение. Там что-то с цифрами. Там тоже, может быть, все считают. Ну, неважно, да. И дальше, и да. Ну, мы сказали, Ну, и как бы, образно, их сны зависит от, их снопы зависит от снопа. Окей. Хорошо. Можешь еще дальше прочитать? Да. Вот точно, как я сказал. Вот помните стумим? Я вам сказал стумим. У нас было что? Галуи. Они открыты, а это стумим. Стумим, а у меня уже стумим. Окей, дальше. А Валя холом ошвини. Но сон второй. Да. Непонятно. Его образы непонятны. То есть, первый гораздо более понятен. Во-первых, связанно с продовольствием, да? И понятно, что связанно с тем, что продовольствие будет от Юсефа, грубо говоря. То есть, там более-менее понятно все. А вот эта, как это называется, космогония, космология, она совершенно непонятна. И вот видите, тут написано сатум. Сатум Айн, по-моему, это что-то такое, откуда-то-то. Из Ишайяу, по-моему. Сатум Айн, это, ну, глубоко говоря, слепой человек, у которого тоже закрыты глаза. Сатум Айн. Да. Да, кстати, если мы делаем перекличку с современной израильской речью, ну, вот я одно такое менее вежливое, я уже сказал, да, когда человек говорит не ралыха, вот, а есть очень распространенное слово, цевуй такой, которые говорят, ну, это уже совсем, это уже совсем нехорошо. Когда говорят стом, стом, это заткнись. То есть, есть один в другом, но это только близкие люди могут сказать друг к другу, либо уже, когда идет перепалка, буквально на уровне еще чуть-чуть, будут поморбить. Вот, вот стом, это все. Стом, это заткнись. Ну, и тоже понятно, почему, потому что закрытость, когда вот это вот, отсюда заткнись, а то закройся. Окей, ну, хорошо, это был прыжок в действительность. Дальше. Вегине. Так. Вегине. Ашемеш. Вире. Нет. Шемеш Веярех. Шемеш Веярех. Веехат Асар. Кухавим. Миштахавим. Лей. Ну, да, это второй Солнце. И вот Солнце, и Луна, и 11 звезд поклоняются мне. Замечательно. Окей. Хорошо. Мы можем перейти к Тимофею. Да. Тимофей, ты с нами? Да. Мы еще не заканчиваем? Да. Может быть, уже, да, мы уже закончим, а тут это мы как-то... Ну, да, тут маленький кусочек остался. Давайте быстренько добьем, я помогу. Ну, хорошо. Да. Так. Умнам ле... Амнам. Да. Умнам ле кеурагам халонзе нехтар альеде яков агуар бсф. Гуэр. Это просто... Агуар бсф. Да, дальше. Это в смысле перевод. И действительно, как будто... Это амнам действительно... А нихура это как будто? И действительно, как будто... Так же и этот сон открывается при помощи... Ну, разгадывается Яковом, который что-то такое? Гоя. Брониться, брониться. Ну, брониться, обрывать и... Как это? А, порицает. Вот-вот-вот, порицает. Вот порицает... Который порицает Йосефа. Да, он порицает Йосефа. Что он ему... И что он ему говорит? На халома за Ашер Халамта. Что это за сон такой, который тебе приснился? Ну да. Что это за сон вообще? Что это за бред такой? Так вот как только... Так... Не, нет, я чуть-чуть подниму наверх. А на во... А на во... А на во... А на во они в имха в ахиха в Иштахавот в ха арца. Ну да. Так. «Придем я». «Придем я» – это нормальное слово «мы придем». Правильно? Это совершенно нормальная форма. «Эй» всегда превращает это в вопросительное. «Анаво» это означает «а придем ли мы?» Правильно? Да. «Придем ли мать твоя и братья твои?» «Я и мать твоя, да». «Я и мать твоя и братья твои похваницы тебе землю». Ну да. Ну то есть он говорит, что за бред такой вообще, да? Ну мы знаем, почему это бред. Ну во-первых, вообще с чего мы тебе будем поклоняться? Ну подождите, давай подальше пускай я почитаю тебе. Хорошо, да. «Аваль» «Авальгам им Мишулим Хи Иосеф Хад Асар Кохавим Да. «Им Ньитэн Ле Дамут Эт Яков Ишенеш Ине Димуя Шель Рахель Леерех Кашэ Ле Голямо Шель Рахель Мета З Миквар Брай Дай Эйна Тида Иштах А вот Дай Иосеф Правильно. Окей. Если даже Так, пробуем Ну если даже Ну мы с ним сравниваются в данном случае Да, Машад Уподобить Уподобить Уподобиваются Да Да Братья Иосефа Одиннадцати звездам Правильно Даже если Сделать сравнение Якова С Солнцем Удобить Якова Солнцем Да, правильно Да Вот Значит Сравнение Рахели С месяцем Это сложно Представить Ле Голмо Ле Голмо Это Сложно сочетается Скажем Правильно Голем Голем Это означает Достойный Правильный Когда говорят Человек сказал Какие-то слова И говорят Что он сказал Говорим Ле Голмим Ле Голмим Это вообще Ну как бы Нехорошие То есть Но они как бы Несоответствующие Как на иврите Будут полуфабрикат Кстати Хомер Гелем Хомер Гелем Или полуфабрикат Ну как Наверное связано Но здесь Ле Голмо В смысле Что-то не совпадает Почему не совпадает Почему Шеарей Потому что Рахель Умерла Уже Достаточно Достаточно Давно Маквар Маквар Давно Давно Так И не сможем Поклониться Да Поклониться Иосифу Да Я только Секунду Те кто будут Слушать записи Меня обвинили В идиотстве Я ошибся Совершенно неправильно Гелем Гелем Там стоит Гиммол А не гей Так что выкрите Все что я сказал На эту тему Это про что Про что сказал Про полуфабрикат Гелем Полуфабрикат Я уже когда говорил Почувствовал Что меня куда-то Не туда понесло Гелем Там гиммол Стоит Нет там Эй Так что это было неправильно Это было неправильно Остальное Надеюсь Было правильно Окей Ну хорошо Тимофей Может дальше Читаем Да Перешло Швейраше Швейдварим Магиним Лебалга Швейгидкато Лебилга Я думаю Лебилга А Лебилга Да Швейдальто Ка Имо Нарим Дехуким Леквар Катав Алейгем Арамбан Переводим Да Пояснение Раши Что Это относится К Билге Который Вырастил Как мать Его Ну да То есть Наверное Про Билу Сейчас Я не могу Быстро вычислить Наверное Там Это Наверное Правильно То есть Билга Может Ему Поклоняться То есть Она Видимо Да Она Еще Билга Да Но Они Ну да Это означает Притянутый Долж Правда Недостаточно Да Да И уже Написал Об этом Рамбан Да Ну да Ну да Так Ну далеко В смысле Что это Не похоже Не похоже Что это Да не похоже То есть далеко От простого смысла От нормального Что Ши Чтобы Да Месяц Намекал На Пикдашо Ну Пикдашо Наложный Наложный Окей Ну хорошо Ань Ты можешь Дочитать До конца Сейчас Ахэн Ахэн Эфшар Ки Кадив Рэйраш Однако Возможно Что Как по словам Раши Минацель Яков Давка Эт Холешет 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 Нет Хульшат 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 Апитарон Лэхаламошель Йосеф Гды Так Возможно Что Согласно Раши Яков Использует Конкретно Слабую Недостаточную Разгадку Неправильную Разгадку Сна Йосефа Чтобы Обнулить Обнулить Весивый Сон Он прицепляется К детали Потому что Он чувствует Что это Бомба Подводится Под отношения В семье И он Нашел Эту деталь И он Через эту деталь Пытается Отменить Весь сон Сказать Что это Вообще Чушь Не слушайте Ерунда Окей Что вы Умиротворите Умиротворить Как бы Разгневанных Братьев Ну да Мнение 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 Разгневанных Братьев Ну а О самом Якове Так Сказано Так Шамар Эт Адавар Ну атец Его Сохранил Эта Слово Попомнил Это вообще Странно Да Почему Если он говорит Что это Бред Так зачем Тогда Это Помнить Совершенно То есть Это явно Было Просто Майфо Шамар Яков Вы Каяцет Кайцат 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 Кайцет Пэшер Ахалвом Басуфо Шель Давар 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 Так И что Что же Такое Сохранил Яков Чтобы Понять Смысл Сна В конце Басуфо Шель Давар Ну как бы В конце И как Понять Пэшер Ахалвом Басуфо Шель Давар И как же Нам в конце Концов Понять Смысл У нас явно Есть противоречие Здесь Почему Потому что Если первый сон Все нормально Можно понять Более-менее Второй сон Непонятный То что Яков Пытается Это отбить И как бы Приглушить Всю эту самую Разгорающуюся Стратим И братьями Похоже Это действительно Только как бы Отмазка То есть Использует Это для того Чтобы приглушить Весь этот сон Почему Потому что Потом действительно Непонятно Варив Шамара Два Давар Если бы Это был бред Такой Зачем Что-то Давно Шамар Все-таки Понять А в чем Был Снусл Этого Сна И что Яков Шамар Окей Хорошо Закончим Ну все Замечательно Небольшие Технические Трудности Бли Но мы Как бы При это Самое Счастье Окей При Вом Мозге Окей Мне надо проверить Что у меня с думом происходит Окей Хорошо Ну тогда Шава Всем счастливо Отлично Позанимались Да Все Пока Пока Всем пока Всем пока Счастливо Стоп Фабис